Лутбет Заключительная карта на сегодня в рамках BO2, а также заключительного в группе А, открывающие игры, карта Overpass, выбор коллектива Signature и пистолетный раунд полным ходом у нас. Ножи до этого момента тайцы все-таки выиграли и пытаются здесь жестко душить и напрягать, чем были знамениты уже на карте Dust2, кстати, и в рамках Star Series впервые появилась эта карта предыдущая, но какое-то вот не особо понятное послевкусие она оставила. Нужно еще раз попробовать, возможно, неоднократно для того, чтобы понять, нравится, не нравится, что изменилось, пока на самом деле одного Dust маловато, тем более, если этот Dust отыгрывает, но не самые, скажем, именитые даже по меркам азиатского региона коллектива. Студия СЛТВ, микрофон Акроха, так же, как и с начала сегодняшнего утра, с 8 утра, комментирую для вас, знакомимся потихонечку с коллективами. Будем это делать на протяжении... Ну, с математикой сейчас туго, на самом деле, после стольких часов комментирования, но на протяжении многих дней, до аж 12-го числа, когда стартанет уже плей-офф, и на этот плей-офф подъедут жесткие зубры азиатского Counter-Strike, а именно приглашенные MVP PK, Тайлу, Бут, и тогда действительно начнется веселье, но до этого веселья еще нужно довести 4 команды. Две путевки, кстати, в старт-серию из как раз-таки азиатского региона, то есть, в принципе, регион растет, интересующихся много тех, кто смотрит Counter-Strike, много тех, кто пытается идти по стопам своих кумиров, то есть, играть и становиться действительно профессионалом, поэтому количество код растет. Ну и формат тоже необычный, на самом-то деле, BO2, в отличие от Европы, Америки и СНГ региона, здесь раунд-робин в группах, никакой сетки Double Elimination, вот это постелил. Просто юз, просто форс-раунд сейчас может зайти, если здесь MP9-ый не станет аргумента. Пока становится, сигарет, дал прикурить сразу двоим, отправляет их в нокаут, но, тем не менее, до бомбы дело доходить обязано. Ну и на большинстве, как эту бомбу оборонять теперь? Рилити. И у него теперь самый жесткий аргумент на руках, а именно 30-патрона эмочка, ну вот, наверное, первым идти особо ему не стоило. Нужно было фармганчик первым номером запустить, который бы на ноге в прыжках с трейфами, там уже как-то выкручивался ситуация, отводя прицел и забайтил внимание, ну а тиммейт его уже подработал, но решили для себя немного по-другому это решение, по факту мы видим, что оказалось не особо-таки верным. Маг забрали в форс-раунд, а это значит, что игра у нас, опять же, будет интересной. Вообще, по ходу сегодняшнего утра-дня, все вот так вот по нарастающей допы мы увидели в двойном количестве, то есть 48 раундов на одной и 38 на другой карте, то есть 48 и 38. Ого! Неплохо так, по полторы карты посмотрели, но это все дела давно минувших дней и другого немножечко матчапа. Здесь же у нас не на жизнь, а на смерть, но пока на дастик бились. Довольно понятная карта для сигнетчер, скорее всего, должна получиться, ну и довольно понятный пока прожим болотом, хотя который не удается с разменом в одного. Подъехали, этого будет маловато для удачного развития событий для тайцев. Вот, есть монстр, а вот это уже неплохо. И по идее должен понимать, что там и второй. Торопится тиммейт. Сдвоенный контроль базы Б. Бомба, ну вот она бомба. По подвалу аккуратно с эмочкой. Последняя. Что бы там ни случилось, лучше бы ей остаться в живых, а тем более тут мобильности достаточно для того, чтобы перетягиваться под базу А. Но одного похоронил Джинниус, а второго серьезно надамажил. И это в перспективе серьезными проблемами может вырасти. То есть вот так вот P250 с одной пулечки бомбкерри забирает. Ну, благо для бомбкерри, что уворачивается он от этого неприятного для себя события. Рилити в голоде по фрагам. Теперь уже будет дождаться тиммейта, но оба правда идут с одной стороны на этот ритейк. Диффуски, ты присутствует. Насколько серьезно фланг решил идти в банк? Не. Это байт. Не верь. Обернись. Обернись. Как только рассеется смачок, у тебя будут проблемы. Где он? Побежал пушить. Теперь с осознанием того, что спина горит. Но все нормально. Для атаки Максы, по идее, должны заканчивать этот раунд в свою пользу. А теперь подождите. Там лоу хэповые были диффуски ты. Я точно этот момент помню. Успеет. 10 секунд в отчете. Где-то на шестой садится. По идее... Нет. Все-таки доли секунды не хватает. Чуть бы побыстрее. И, возможно, бы Сигнейчер этот второй раунд под свой контроль забирали. Ну, а так Максы к одному уже выигранному форсу прибавляют раунд на девайсах против форса соперника. Экономическая война ими выиграна. Двумя подряд забранными раундами. Ну и смотрим дальше. Коэффициенты, друзья, на вторую карту. Если вот, опять же, тут ничего не перепутано, то, скорее всего, перепутано. Вот так, наверное, будет правильней. Оп. Да. Теперь, скорее всего, все встало на свои места. Да, Сигнейчер 1.41 на победу во второй карте. Ну и 2.78 на коллектив Макс. Ну, беспрепятственно ставится бомба на точке Б. Тут заранее как бы так решили для себя тайцев, что никого не будет. И подойдут они уже как раз-таки на этом моменте сфит. Ну и реализовать выбитый калашников не удается. Единственный дигл, Сигарет. Крадется. Один против четверых. В принципе, по двоим с одной пулечки должен сработать. Если до этого дела дойдет. Ну вот. Диффуз китов нет. Соперников на планете также не присутствует. Непонятно, почему не бросился в погоню. То есть, сейвить дигл в преддверии девайсного раунда... Ну, назовем это дисциплинированным мувом. От игрока тайского коллектива. Более никак. Потому как подрежен калаш и погиб не сам. Ну, не сгим, так под надкусываю. Как-то вот так выглядит. Словосочетание. Ну, хотя бы калаш отжал. Хотя бы пришлось кому-то перезакупаться. То есть, экономика, да, крепкая у Макс. Но с ходом времени там парочку заберут. И все. У одного из деньги закончатся быстрее. Ну, ладно. Что же, вот, у Рилити АБП подарил бы ему дигл. Нет, будет сам играть с 20-ти патронной эмочкой. Ну, окей. АБП здесь и так разбирается. Рилити по второму нужно уйти. Улучшит традиция Гвардиана. Дыграл. Жестко еще и с поддержкой тиммейта. И фастраунд с пропушем монстра не работает. Асинхронный шорт вообще теперь смотрится, как у собаки пятая нога. Ну, и С550. И один против троих с полным контролем базы Б. Причем всесторонним и вертикально на девяточке есть соперник, который напрягает и на бочках, и с мостикой летит с хелпы. И чем дальше время заходит, тем больше шансов у защиты меньше у господина С550. Все логично. Ну, а вот о баверпассе коллектива Макс ничего нельзя сказать. У них в активном маппуле последних 90 дней этой карты вообще не присутствует. То есть, опять же, команда загадка, но пока не команда мечта. Собственный даст они не выиграли. Но, знаете, давайте будем откровенны. То есть, Макс не продемонстрировали чего-то такого, чтобы хотя бы сказать вау. Или в личном скилле, в каких-то личных показателях. То есть, где бы тащилось нетащибельное и забиралось незабираемое. Не было суперклачи там 1 в 3, 1 в 4. Не было гениальных решений. Ну, вот как-то вот так вот немножечко примеривались. К дасту вроде бы какой-то план на игру был, который себя оправдывал по ходу стартовых раундов. И казалось, что так дальше дело и пойдет. Но на счете 7-0 все и приостановилось. И вроде команды равного порядка мы увидели. По итогу, где оказались более сильными опытные Сигнейчер. Более, наверное, опытные. Более именитый Т. Так, ну и девайс на раунд. Для тех и для других АВП имеется только у Рилити. Деньги доходят до Макс. Все нормально. Медленное построение, собственно, атаки. С прицелом на лон. Кстати, оттуда уже приходят приятные новости, что никого нет. Но АВИК прячется в смоках. И АВИК в самый неприятный момент будет открываться из банка. Здесь пытается найти какой-то лазейку Рилити. Но главные события происходят на банане. Пока что с более успешным окончанием для Макс. Бомба, опять же, внешняя. С другой стороны, мне непонятно, почему два тиммейта господина Ламплайта. Один уже в банке, другой под мусорным баком. Ну, неожиданное позиционирование. Наверное, так это можно обозначить. Которая по итогу может вылиться... И, понимаете, и на бомбу здесь он сыграет. То есть хэдшот Юзу и Ламплайт не отыграет один на лоу ХП. Благо, что против них АВП. Хотя, может быть, и не благо. Позиция последнего известна. Нужно докручивая налево по пикселю. Ну, почти. Было очень близко. Там 100 ХП. Подумал, что попал Рилити. Но на самом деле через забор залетело чуть правее от оппонента. И все-таки Макс этот раунд с горем пополам на тоненького. Но, собственно, атаки забирают. Благо, что так. Лучше взять один в ноль, чем не взять вообще. Привет, тиммейт. Ламплай ту приободряющий. Тычок в спину пришел. Теперь в противовес Максом играют только пистолеты. Максимум активности, душевые, туалеты. Немножечко настораживают смачки. Ну и давление двумя фронтами. Флешка, по идее, должна залететь. Каешечка. И этого будет, по идее, достаточно. Да. Уже с Дженниос. Точно так же отдается и туалет. Ну и так, аккуратненько, по одному, складывая этот пазл из фрагментов, доходят до точки А. Последний на мусорном баке, господин Сигрет. И без фрагов уходят из этого раунда тайцы. Ну и что? Выбранная, собственно, наручная карта, оверпасс, сигнейчер, в защите, удобная сторона, сайдпик за ними и два раунда в защите. Ну вот. И причем, такие максимально неприятные раунды. То есть, пистолетка, не подкрепленная антифорсом анти-эко, и девайс на раунд, не подкрепленный более ничем. Экономика рухнула. Бывала там еще и стадии экономической войны, которую сами-то навязывали тайцы. Теперь пока могут развлекаться промежуточно, Макс. Не ощущая особой конкуренции. То есть, здесь двойный пистолетный раунд, который в следующем вылется по этому девайсу. Что-то не разобрался. Я АВП унесу. Пойду за калашом схожу. Вот это подарок лежит. И бомба, и авик. Подбирай, что хочешь. РЛХ, красава. Просто хитер-бобер. Ну вот если бы тиммейт был поближе, то на сколько сказочный момент бы был. А тиммейт сидит. Просто РЛХу падает бомба. Падает авик. Он такой, ого. Почему бы и нет? Ну, АВП, к сожалению, не воспользовался. А было бы забавно. Теперь АВП вообще улетит за карты, я так понимаю. Сигарет сидит. Время идет. А он сидит. Бомба сейчас будет ставиться. А он сидит. Тут всяческих подлостей от Сигарета ждут. Ну, а он сидит. А он пошел. Есть инфа. Поставлена бомба. Это точно не база Б. Надо мной на банане не как далее, как секунд 15 назад топали. Так. АВП-шка, походу, подобранная. Да, что-то как-то вот не увидел. Не увидел возле клумбы господина Ламплайта. Ламплайт доделал начатое. 6-2. Трехкратное уже преимущество. Причем еще усугубляет здесь происходящее для Сигнейчер, что это атака соперника. И соперник эту карту не выбирал. Ну, то есть, команда загадка. Целиком и полностью. И не было официальных встреч. И нет в Мампуле Аверпасса. И не было до этого Даста. То есть, такие вот все загадочные и загадочные. Макс подошли к Сигнейчер. А с другой стороны, этот коллектив, ну, можно было изучить. По крайней мере, хоть по одной демке. Вот за последние три месяца, по-моему, или один, или два Аверпасса сыграли. Господа из Таиланда. Так, ну и наконец-таки. Девайс на раунд. Но не самого ровного порядка. Закупка в ноль. До этого страдали трижды. То есть, здесь девайсы отдали, здесь два раза пистолеты. Причем тут пистолеты вообще 5-0. То есть, нарастили такой жирок. В виде денег на будущее. Максы. И с другой стороны, не наблюдается. Ни шлемов, ограниченный пул по гранатам. И одна пара диффуз китов. Если где-то потеряется, то все будет очень сложно. Тем не менее, с выдвижением только лишь на банан играю. То есть, внешняя и внутренняя дуга заняты. И, кстати, прожимочка от Ку-Ку уже тест-пауна. Ну, интересно. Работает. Пока что засадный план. На волоске от смерти Ламплайт уже с двумя фрагами в активе. Тем не менее, ну, похоже, от первоначального задуманного действия отступать не буду. То есть, до конца пойдут по точку А. Бомбу, скорее всего, нужно ставить внутреннюю. Но они-то ждут. Человека ждут они просто с банка или с мусорного бака. Откуда-то с базы Б. Но это путешествие через Китай приносит результаты. Спина. Постелил двоих. Собрал в один пиксель. И даже дело до постановки бомбы не дошло. Жесть. Откуда ни возьмись, берется раунд для ассигнейчен. Приплыли. Но это никоим образом не выравнивает экономику. Опять же, вы видите, что в закупке у тайцев полностью автоматический бай у Макс. С другой стороны пытаются применить снайперскую винтовку. Молотов застанил. В это время рилити подсаживали. Но это какие-то... Ага. Все поняли. Все нормально. Максы понимают, зачем этот Молотов лежал. То есть, в любом случае, тут организовывалась какая-то засада. Либо прожим шарта, либо подсадка. Подсадку прочекали первой. Под флешку аккуратно сняли. С пониманием. Но АВП сильно дамажные из этой передряги выходят, потеряв двоих тиммейтов. Непонятно, как выжил. А, так это вообще АВП пошло по рукам. Рилити-то сняли хэдшотом. Пошедшая по рукам АВП работает. Правда, промежуточная однажды добавляет маслица в огонь и чует Дженниус. А здесь с трофейным калашом можно и второго, и третьего хранить. Бомба попадает. Вот это сюрприз. У атаки серьезная проблема. С-550 и один против троих. Казалось бы, как кошерно все начиналось. Зачем-то решили совершить поворот не туда и пойти в коннектор. Но на таком тайминге, когда без перепроверки медали лонга, это чревато. Абсолютно не понимаю, есть там соперник, сколько их там. Пошли разменять. Пошли разменять в узкое пространство двери. Ого. Ну и 4-6. Теперь уже запасы кончились. Денежного характера коллектива Макс. Довольно быстро. Бомба, кстати, с бомбой наперевес, точнее, первый выходит. Похоронили того и другого. Синхронного давления не получилось оказать здесь на единственного защищающего миддл стыка господина Дженниусу. Ну и может довольствовать тем самым двумя фрагами. Все неплохо. 4 в 3. Большинство добыто. Понимание того, с чем играет соперник и по направлению, куда играет соперник, есть, опять же, по расположению это можно заметить. То есть один на базе B, лонг полностью отжатый в перспективе спина и человек на счетах. Рилити со своей снайперской винтовкой. Классическая позиция, ну, уважающего себя снайпера. Терпят. Ждут ошибки. Смачок рассеивается. И вот он сладенький. Минус флайн, который вообще полубоком подходил к банану. Ну, попытка выкурить АВП. Удачно. Я что, не понимал, неужели Рилити что-то отчитает у него полкорпуса. Завтыкал с габаритами. Габариты оказались больше расчетов. Ну, бомбу отпустили. Вот неприятно. Сигнейчер. И так отстают на защите. Еще и бомба отпускается просто на пистолетах. Раунд, который начинался с 5 в 3, потом 4 в 3. Нервничает. Понимает, что этого не нужно было ни в коем случае делать. Ку-ку. Ку-ку. Бомбу отпустили. Ну, и достаточно уверенный бай для Макс в следующем раунде. То есть АВП точно будет. Гранат. Все хорошо. Коэффициентки, друзья, наверное, стоит уже повторить. Пришел тот момент. А это на победу на второй карте. И... Вот вам сразу в довесок на пистолетный раунд второй половины. Ну, здесь, как бы, всегда похожий. Коэффициенты примерно одинаковые от нашего партнера Лутбет. Я имею в виду на пистолетку. Ну, а так, естественно, фаворитом выступает Сигнейчер. Хотя события складываются для них не самым лучшим образом. Ну, вот почему? Почему? 5 в 3. Почему не уйти? Почему нужно, опять же, оставаться на туалетах? Не потому, что я топлю там за тайцем. Мне просто... Вот объясните. Ну, то есть, окей, добыто преимущество. Что нужно делать? Уйти в дефолт. Сопернику отдать полностью бороды правления. Пускай он там мучается. Что ему в меньшинстве делать? Куда пойти? Но решили... Решили до конца бороться. Теперь уже, кстати, эту линию нужно выдерживать. Ну, ку-ку здесь... Так, слышно. Бонан возвращается к этому моменту. И в подвале не пошел. ДММ, но инфа о нем присутствует. Так. Запирают. Ну, бомба была выбита. То есть, вот этот момент смущает здесь защиту. Не хотят они как-то подотпустить очередную постановку. Не надо лезть. Ни в коем случае. Увидел. Ждите мейта. Флешка. 20 секунд. Повторный прочек. Не заметил. Кстати, ждет шарта. Но ДММ-то топает. Так. Вот, вот, вот. То, что нужно было исполнять изначально в раунде. Ага, понимает на топл ДММ. Выжигает, выкуривает. Изи фраг. 10 секунд. Так, смотрим за ретивостью ку-ку. Побежал. Понимает, что на морозе можно его отгревать. Еее. Красавчик. Еще бы буквально промедление в секунду. Что с ним происходит? Кондратий хватил. Буквально промедление в секунду и ускользнулся. Соперник там на болото упал бы. Точнее, отошел бы через шорт или проскочил на малую воду. И попробует его оттуда выкурить. Не так бы все было однозначно. То есть шансы у ДММа были до последнего момента. Но все-таки шестой в копилку себе прибавили. Не по плану. Сигнейчер, конечно, развивает Северпасс. Но посмотрим, что будет на второй половине. Так, подъехали диванные аналитические войска. Доброе утро. Уже, наверное, на добрый день, да? Ага, уже практически добрый вечер. Пол четвертого времени. Вот так вот. С тезисом аналитические войска диванные подъехали, что китайский КС пока что слабый. 4 в 3 было, чувак. Ну там, я понял о чем ты. Там было 5 в 3. Но похоронили человека на шарах. Быстро. Ну был же момент, когда было 5 в 3. Был. Так, ну и ничья у нас. 6-6. Потихонечку начинают раунды у атаки заканчиваться. Больше похожи они на поиск решений по ходу раунда. То есть вариативненько. Связочками под флешки. Это умение есть у Макс. Не отнять. Ну и скрипт атака на базу Б. С инициативой по монстру. Дострелы с монстрика. РЛХ. С мостика. Ну и тем не менее, как бы все не складывалось, один в один. С бомбой на руках. Долгое путешествие через лонг на точку А. Или что это? Что исполняет? Флайм. Так. А давайте-ка мы сделаем вот так вот. Проведем линию. Сейчас просто будет таймер. 35 секунд нужно на это. Чтобы обрулить всю карту. Запомните. Так. Ну и в какой момент времени Джениус поймет, что... Гениально! Он обманут и соперник на точке А. Ну, близких подходов не присутствует. Точнее, соперника на близких дистанциях. Ну да, точка А. Теперь вопрос, куда уйдет флайм. Откуда он уже, в свою очередь, ждет Джениуса. Так. Бомба внешняя. Вот это поворот. Диффуз-ки ты-то у Джениуса есть. Но он до конца не верит, что соперник находится где-то там. Да садись, диффуз! Флайм исполняет, конечно. Тот еще хитрец, но тут сам подрастерялся Джениус. И в первом моменте, когда отпустил этот проход по точку А через Лонг и через Т-спаун. И во втором моменте. То есть, конечно... Ну не знаю, сам же шел с бананом. Прекрасно ты должен понимать, что не там находится оппонент. Лонг не дочекал, подрастерялся. То есть, сам пришел с банана, почекал банк, почекал мусорный бак, но за ним не посмотрел. То есть, не пошел... Ну, короче, вот тоже необъяснимо. Так. Интересно. Появляется у ДММа P90. Ну, здесь у нас засада в коннекторе. Джениус. За всю боль предыдущего раунда. Мстит. Ну, правда, унести с собой так ему ничего не удалось. Как бы опасно выходить на мидл. Тут сразу два архаровца. Еще и перепроверили. Я не удивлюсь, если и девайс отторанил господин ДММ. Ну, по-моему, нет. Он так и лежит здесь где-то девайс. Так, ну здесь... Один байтит, второй убивает. Дочекает Флайнк. Делаем ставки. Я думаю, что нет. Нет. Сам открылся соперник. А, так Флайнк не дочекал. Флайнк получил по голове. Это Юс уже, шедший вторым. Дочекал. Ну и вот они, проблемки. Растущие ногами. Вот не до концентрации. Ламп лайт. Один против троих. Один, конечно, сильно дамажен. Но он куда-то не туда смотрит. Изначально. Это 7-7. Ну и приплыли. П-90 есть. Теперь на руках у ламп лайта. У остальных пистолет. Вот, кстати, по-моему, фрагов из П-90 мы так и не видели. Походу... Не, один видели от ламп лайта, когда он лонг отстаивал на дасте и прикрыл спину в защите. Вот что-то больше мне и сбываешь ничего в памяти. Так, ну здесь разменная ситуация. Неплохо. Но опять же флайнк немножечко не дочекал. Фраг с П-90 на базу. Практически. И тот, и другой. Один хп у ламп лайта. Ну и сам же не дострелял с другой стороны. Там каких-то 17. Буквально две пулечки пустить ему осталось. Так, передробчик. В П-90 по наследству достается ДММ, у которого достаточное количество здоровья и есть армор. А сам пойдет ваншотным деглом. Собирать голову. Бам! Красиво! Где еще? Выходи! В П-90 в бой. Ну вот опять без фрага. 8-7 сигнечер. Как бы ни страдали по ходу первой половины, ее все-таки выигрывают. Правда, с небольшим преимуществом, что в будущем может сказаться. Но здесь, опять же, знаете, есть неизвестное. Какова атака на оверпассе у Макс, в которой она не играет? Одному богу известно. Ну, скорее одним Максом. Известно. Ну и смотрим. Вторая половина на старте готова врываться в коллективы. Конечно, более удобно здесь будет уже с подобным багажом, добытым в первой половине, именно с 7-ю раундами, играть Максом. Но... Посмотрим. Сигнечер теперь за не очень удобную, по всей видимости, для них сторону, исходя из сайдпика, придется атервать. И защитой-то особо не получилось, но... нужно строить атаку. Банан плюс туалеты. Просто в открытом поле стоит Юс. Даже поддержка ДММа ему не нужна, уже большинство плюс один. И бомба-то у нас, кстати, пошла под базу Б. Рилити. Под смачок на девятку, под флешку абсолютно всем. Хорошая придумка, но десанта Ламплайта это не отменяет. Активизация усилий приехала. Ну и первым, кстати, по голове получает. А вот фланга не дочекали. Как сам не чекает, так и он здесь спрятался. И по итогу Максы этот пистолет на раунд забирают. 8-8. Ох, не так простые эти Максы. Скорее, здесь больше неизвестны, чем слабы. Обычно, знаете, как-то эти понятия ровняют. То есть на одну чашу весов кладут. Неизвестный, значит, слабый. Неизвестный, значит, плохой. Ну вот сегодня уже и МФС нам дали ответ, что не так простые. Они одну карту отжали, причем сделали это максимально уверенно у заявленных фаворитов, по мнению букмекеров, ну и вышестоящих команд в рейтинге. Ну и здесь Максы. Несмотря на то, что первую карту даст, проиграли. Ну, смотрится максимально неплохо. Жесткие замесы в коннекторе и на меду, из которых сухими из воды по факту выходит сигнейчер. Ну и последний ДМС. Армор есть, ЮМП-шка есть. Почему бы и не потащить? Не торопится ставить бомбу, ожидают его спины. Ну, ДММ тут долг на раскачку. Как бы побежал не тем направлением, а теперь опоздал целиком и полностью. ждет сигнейчер. Не признал. Типа, а кого он ожидал увидеть? Ну, тиммейт же на Б у тебя. Или это мисклик? Так, карусель, карусель, карусель. Я иду за вами, я преследую вас. Прижмитесь к правому борту. Чёрный Ауди с номерами. Ну, как-то вот везде опаздывает ДММ. Лучше бы остался на базе. Тут его... Ай, не дочекал! РЛХ, ну, услышал топа. Возвращается к этому моменту. Ну, просто вот... Насколько нервная ситуация, насколько хотят забирать и те, и другие очки в этих квалификациях. Насколько велика конкуренция в азиатском регионе. Местами это смотрится... не совсем так, как мы привыкли. Накладываясь на наше понимание Counter-Strike, наверное, такое европейское больше, да, или СНГ понимание, немного по-другому это всё ощущается. Ну, это такой национальный колорит, скорее, азиатский. И боязнь ошибиться. Обшибиться. Так, ну и пока пистолеты голые. То есть раунд проходной для Макс. Никакой здесь они инициативы особо не проявляют. 3B, 2A. Такими линиями выстроились. Ну и пока пытаются понять в атаке Signature вообще, что против них играет. Ну, достаточно... Всё должно быть логично. И раунд какой-то прострой по строению и, скорее всего, по направлению к точке А. Куда-то. Ну, убирают базу B. Как бы не встрять. Прошёл, почекал, вернулся. Вот это... Вот это поворот. Четверо уже. Пятеро уже на точке B, если считать девятку, которая совсем скоро придёт. А инфы нет. Кота в мешке не очень хочется тайцам доставать. Бомбу сбросили, но, кстати, сбросили поблизости от человека, который играет сам за себя. Но пока не выйдет коннектор. Я имею в виду... сигарету. Нормально. Пошли сами, не дотерпели, Макс. Тоже, как бы, не очень хотели оказываться в ситуации, когда зайдёт бомба на точку А, а мы такие сидим на B. Но потеряли. Теперь уже путь открыт. Особой конкуренции здесь, скорее всего, не будет. Юс торнул в голову жёстко. Ку-ку. Ну и на этом положительные эмоции для коллектива Макс в раунде под номером 18 закончились. 10-8. Два раунда преимущества, и мы в ожидании девайсного. Вот коллектива, естественно, Макс. Так. Ну, некрепкий бай, вот, конечно, получается у Макс. То есть, совсем некрепкий. Нет диффуз-китов, нет шлемов, по большей части. АМ-ка у... Дженниуса есть. Дженниус. Так, косплей Фера. С-550. Первый пошёл, второй выходи. А здесь калаш. И прицел всё-таки не доводит. Ну, пытался при фаерами жёстко на уверенности контролить по пулечке, но не удалось. Ну, а это, как бы, единственное пока что минус. Этот прорыв больше плюсов принёс, естественно. Фрагом обзавелся Юс, и флайинг до конца давит, и информации у Максов, ну, предостаточно для того, чтобы ориентироваться на этой карте. Каких-то ключевых точек так и не прошли. Уже двоих тиммейтов потеряли. Сильно дамажные Сигрид и Реликс вместе с ним на парочку. Даже 100 хп вдвоём не добирают. Ну, и нужно что-то делать. Готовится раскидная база Б. Выход с инициативой через шорт. Отмахнулись. Ой-ой-ой, ну... Отмахнулись от хелпы. Выходит на монстра, казалось бы, можно было бы с этим поработать. Неплохо, кстати, смотрелось. Что-то сам себе первый выходящий не поверил. 10-9. Опять же, у нас интригующий, интригующий близкий счёт. Как это было сегодня? Да на протяжении всех карт. Если утреннюю первую в расчёт не брать, где всё закончилось так, со счётом 16-3, пронесло, то дальше и допы, и 16-13 было. И что у нас в предыдущей карте? Тоже что-то порядка 16-12 было уже. Не очень такие помнятся, имея я в виду даст. Очень близко играют в азиатских хвалах, ребята. Хвала и почёт. Так. Оп-лайф. Как оказался человек здесь? Вопрос на ТК. Минута на обсуждение. Как и почему? Один пошёл и принёс калаш. По итогу защите. Но всё равно выруливают на большинство. То есть здесь как бы, отдав одного тиммейта на заклание, вынудили коллектив Макс сжать до конца. То есть окей, один погиб, а теперь у нас калаш, а теперь давайте продавим. Ну и поджимы эти качественному изменению в численное большинство не приводят. Наоборот. То есть только лишь сгубили ситуацию для себя китайские про-игроки. Минус бомба. Плюс инфа. Всё отлично. Перетяжка на базу Б. Люркер отстрелян. И всё. Опять же переворот повторный по ходу этого уже раунда. Последний ку-ку. Ку-ку. Бомба на руках, на монстре там же и погибает. До тачдауна дело в любом случае не дойдёт. Решил заходить. Ну и что? Бомбы не было, деньги закончились. Даже здесь претендовать на какие-то более-менее вменяемые пистолеты себе позволить не могут. Сигнейчер. Тайцы страдают. Ещё и атака сложная для них складывается. Ещё и защита была. Не самого лучшего порядка. Вот эти два раунда. То есть форс взяли сверху, на него привинтили ещё один раунд. И как только девайсы у макс на руках появились, то ощущают они себя максимально комфортно. То есть им ничего не угрожает. То есть видно, что даже не имея карту в активном мапуле за последние три месяца, ну, поверьте, хелтворк опять же здесь без включения каких-то китайских губаланов, в которых хелтворк не присутствует. Выглядят они здраво. Нормально! Заходи ещё! Рилити. Всё-таки дострелял Ламплайта, как бы тот не отбивался. Сорвал лейс просто, парни. А он так страдал. А он так старался. Было 21, стало 25. Ламплайт и Флайинг за себя, и за вот этого парня. Играют за ДММ. Но ДММ, кстати, стоит заметить, он в атаке как-то постоянно последним оставался. Это у Макс. То есть он той бомбу носил частенько, и так построена атака была у Макс, что мы сначала всё прочекаем, если всё будет готово, то ты придёшь. Но бывало по-разному. То есть бывало прочекивали, бывало пусто, или с каким-то боем, но захватывали точку под контроль, но бывало, что и бомба не доносилась. Поэтому и фрагов особо у ДММа нет. Ну а в защите это, я так понимаю, опора базы А. Так. Протаранили монстра, разменявшись равноценно. Ну и вот она, точка Б. Без контроля. Флешка через космос. Вот. Вот он бежит. Нет, вот он бежит. Это ДММ. Как раз таки его обсуждали. И как раз он тут решил привлечь к себе внимание, пробросив флешку через космос. Кого она офлешила? Какое удачное действие решил выжать из него, из этой проброса флешки МАК. Точнее, ДММ. Никакого. Потратил её. Так, а вот тут вот... Вот это качественная флешка. Вот это на троих просто разложенная. Гениально. Зашли все, но никто не выжил. Пауза залетает. ТС. ТС лагает, ТС лагает. Лаг ТС. Пинг, пинг, пинг. Ого. Главное, ТС лагает у Сигнейчер, а пинг возрастает у МАК. Как эти две штуки связаны? Кстати, такой мув уже был. То есть, по-моему, на Дасте это было. То есть, паузу прожимают технически одни, а проблемы начинаются у других. Они в одном помещении сидят. Одни на, как это, на элитных местах, вип-зоне, а вторые просто в общем зале. С простыми смертными. Хм, забавно. Ну, по крайней мере, вот карта Верпасс получается такая, заряженная положительными эмоциями. Нужно в ней, естественно, разбираться. То есть, полна на всяческих динамичных моментах, перетяжек, ситуации, вынуждающих действовать за кратчайшие сроки на минимальном промежутке пространства, да, как-то удачно для себя и полна таких решений. Индивидуальности здесь решают. Ну, вот. Больше мы видим пока что не прыжков выше головы, как это бывает у действительно лучших в своем деле соревновательного контр-страйка, контр-страйка Global Offensive, а наоборот. Здесь больше рафляночки, ошибочки, которые... Ну, вот так вот мы видим, что невооруженным глазом могли бы не допустить. Но игроки переживают, нервничают. Опять же, видно было по Сигнейчеру борца первой половины, как они там трупы достреливали и чайные пакетики делали. Выигрывая раунды. И как переживали, проигрывая раунды. Ну, пока мы ждем возвращения. Вопрос к натакам. Кого нет на сервере у коллектива Макс? Не гуглить, просто в чат. К сожалению, друзья, задержка в две минуты, поэтому я вас увижу не сразу. Так, ну и коэффициантики, наверное, в пору напомнить, как эксперты беттинговой платформы Лутбет относятся к победителю на второй карте. Ну, вот как-то так примерно. Опять же, здесь фаворитом выступает коллектив Сигнатур, Сигнейчер из Таиланда. Но пока мы видим, что... Ну, знаете, нет доминации. Вообще нет никакой доминации. Одного порядка команды. Так, пятый вернулся. С-550-й, правильный ответ. Что там с пингами? Вернулись. Ну вот, да, смотрите, ощущение такое, что парни сидят в одном помещении. Эти в VIP-зале, а эти в обычном зале. То есть тут гвалт какой-то, дотеры рядом играют, кто-то качает какие-то фильмы, воруя трафик. А эти в VIP-ки. То есть пинги вообще одинаковые. Анпауза. Все, полетели смотреть 23-й раунд по счету. Пока что фаворит у нас неопределенно. Но опять же P90 аргумент появляется на руках у Ламплайта. Но здесь скорее вынужденная мера по отсутствующим деньгам. И только лишь. Хотя по цене... Ну, можно было просто ФАМАС купить. То есть примерно похоже было бы. И, наверное, даже более жестко. Ну, Ламплайт решает 50-патронный P90, что лучше. Хотя фрагов вот на карте Аверпасс я и не помню с ним. Посыпались, посыпались ответы в чат. Пока верных нет. Так, ну и похоронили... Уже одного из тайцев. Дженниса не будет. Опять же, прожим меда работает. И ушли. Ну и большинстве остаются Макс. Максимально дефолтненько пытаются отыграть эту ситуацию. Интересует меня человек вот этот. Вот. В скором времени тут намечается встреча. Так, ломбы, естественно, прочекают. И делают это, кстати, префайром. Еще и что обидно, сгалило. Просто уничтожают. Благо, есть размен. АТС 550-го торопится на хелпу на точку А. И вопрос в том, пойдут ли до конца тайцы. По этому смачку, скорее всего, да. Аккуратный ванвей отводит прицел. Боже, ДММ растерялся. Но определись с направлением. Слева смок ты ничего не увидишь. Справа у тебя зазор. Контроль до конца. ВП пошло по рукам. Теперь на руках у флайанга. Ну, интересно. Замес нам предстоит. П90 плюс АВП в ретейке. Из гранат, смачок и флешка. Все, что осталось. Диффуски-то и есть, поэтому можно не торопиться. Бомба внешняя. Выход под калаш. И минус этот самый калаш со снайперской винтовки. Ну и... П90! Есть же! Фраг! Вот ламплай-то. Успеет. Времени вагоны маленькая тележка. Пойдет издеваться над трупом? Пойдет. Все нормально. 12-11, макс. Неужели разменяются пиками? Но, понимаете, вот система BO2, она во всех смыслах хороша. То есть нет для организаторов каких-то задержек. То есть ты прекрасно понимаешь, что у тебя более чем двух карт не будет. Игроки могут раскладывать собственные силы. То есть, опять же, знаете, бывают ситуации, когда нет сил терпеть. Если бы это было BO2, то я бы до камбэка... Ну, точнее, постарался бы сделать камбэк до допов. Но, понимая, что лучше здесь не тратить силы, не факт, что ты заберешь эту карту, ее отпускаешь и играешь на третий. Ну, это такое, наверное, на уровне подсознания. Но, с другой стороны, самый неприятный момент. Это то, что если вы играете один-один по картам, то и той, и другой команде достается по одному очку. Это вот беда-печаль. То есть есть такая ничья. То есть вот сегодня. Фирст Тайгер. Забрали две карты, три очка. На два в отрыве от своих соперников. И они уже явные претенденты на то, чтобы вообще выйти из группы. Хотя явными фаворитами не являлись. Так, ну тут... Как-то вышли посмотреть, заметили одного. В итоге пришел батя. Ламплайт. Скалаша трофейного. Еще и спина от флайенга. Сладкая парочка этих... Китайцев похоронила. Опять же, бомбардирует. Флайенг и ламплайт. Набирая фраги раунд от раунда. 27 и 28. Остальные немножечко поодаль. ДММ опять же в тренерскую десятку еще даже не зашел. Девять фрагов в его активе. Матч на паузе. Нужно думать. Пауза. Похоже, что это... Да, тактического порядка. Интересно, кстати, на сервер. У нас настроен, видите, посередине плашечка. То есть отчет обратный. Когда техническая пауза, отчет времени идет от нуля до бесконечности, а когда тактическая, то 30 секунд в обратную сторону. До нуля. Клево. И не нужно думать, сколько там осталось. И можно подсчитать, сколько длится техническая пауза. Так, ну и осуждение закончено. Ставок. Ставки сделаны, ставок больше нет. Решили сыграть в два калаша Галил, МАГ-10 и ЦЗшку. То есть выбрать путь такой поведения не очень дисциплинированно. Заметная атака, с другой стороны рискованная. То есть с экономикой полный ноль. 14-й отдают, там дальше придется и 15-й отдавать. Но надежда умирает последней. Пытаются построить все-таки этот раунд на победу. О-о-о-о. Все хорошо. Дверь открыта, коннектор отдан. Сами дверь открывали в подвал, смотрели, то есть проходили. И никто не обернулся смотреть. Ну хотя бы закрыли. Но атака уже потеряла одного бойца. Было-то рилити, мейн-ВП. Кстати, калаш потерян. Калаш, конечно, подберется. Пойдет по рукам. Так, ну и тут давление смогло. Приветики. Приветики два от создателей. Приветики один не получились. Ну и что, до конца неужели? Вот так вот опорно, просто прямолинейно. Сигнейчер, теряя бойца за бойцом, будут заходить на эту точку. С полной уверенностью в собственных силах. Бомба зашла, все нормально. Два в три, в принципе, меньшинство одного особой роли. Ага, не зашла бомба. Бомба ушла. Ну и, кстати, времени нет просто на заход. Решили действовать хитро, но попали в капкан. Вообще не поняли, сигнейчер, что они делают. Ну, здесь все было максимально очевидно. То есть прошло там секунд 15, потусовались, потусовались, попрыгали в коннектор. Их, скорее всего, даже и слышали где-то с района... Вот где тут мостик на карте. Ну, где-то здесь, в общем. То есть как они вот здесь вот топали и запрыгивали. Правым ухом или левым. Тут можно было слышать этот момент. Ну и все, теперь форс, форс, форс до конца. Пока просто пистолеты. ЦЗшки, ТЭК-9 на руках у РЛХ. Вот это поворот. Просто одним звуком здесь закошмарил всю защиту. Но посмотрите, насколько близко. Играют раз, два. Выдвигается мстить. Ламплайт. Потеряли ДММа. У ДММа 10 фрагов. Тренерский... Ну, я даже не знаю. Минимум, максимум. Ну, в общем, тренерский зачет. Дядь. МК-30 патронная. Хорош короткие стрейфы, но на третьего все-таки юза не хватает. Трив 3 по итогу. АВП трофейная на руках. Усилен дамажного джиньоса. Вот что это? И не туда, и не сюда. Просто на отмашь. По итогу зазоры слева и справа. Ну, попытаются обрулить, кстати, в банке, я так понял. Сингарет. Не удается ему даже сориентироваться и хоть однажды затопить на спусковой крючок. Вычисление господина С-550-го и... Внимание, из него души и... Здоровье произошло. И вот больше всего интересует спина. В абсолютном бланде. Флайнг, не стесняясь. Джинниус. 4 хп. 1 против двоих. Бомба под него. Вон, нужно щелкать первого. Бам, пошел. Горит, сгорит, сгорит, сгорит. Это фиаско. Просто не понял. Вперед дернулся. Увидел 104 хп, и он точно сгорит. И... Отходя уже назад, просто не дошел. 15-11. Маппоинт для коллектива Макс. Напомню, для тех, кто не смотрел первую карту, это было два битвы. Сигнейчер вражеский, ну, точнее, конкурентами выбранный. ДАС-2 впервые в рамках квалификации на Star Series. Айлик пятого сезона выиграли как раз-таки тайцы. Ну, то есть забрали не свой выбор. Чем-то подобным занимается сейчас Макс. Но что-то подобное и подразумевалось. Под такой не очень понятной защитой от тайцев. Нервной. Много раундов отдали. Фарсы были, которые отдавали. Ого. Увидели, что... Что под фонтаном. Ну и осталась защита у Макс втроем. Тихонечку точка А подотпускается. Есть, конечно, засада на лонге. И вот этому парню главное терпеть. Юс. Если его не чекают, то лучше не болит. Спиной под лонг! Тайцы, что с вами? Всех ждут с Б. Ну, что происходит? Все, бомба открытая. Двое. Надо съедать, по идее, было. Здесь просто в линию постелил. И третьего туда же отправил. Джинниус. Гениально! Сначала одни ошибаются. Потом другие выходят в линию с мусорного бака. Почему никто не пошел в банк? Ох! 15-12. Сложный. Экспериментальный. И... На любителя. Counter-Strike с массой ошибок. Но, прикольно. Конечно, абсолютно разнообразные. Три Бо-2 мы посмотрели. Очень мне понравилась команда... По-моему, МФС. Как-то вот так вот она называлась. Первая, которая сегодня играла. Ну, правда, там тоже не было счета 2-0. Ну и... Жесткие тигры отличились. Пока что лидеры группы А. У них единственная победа. Ну, здесь вот все идет к тому, что либо допы, либо, опять же, разменяются очками. Max и Signature. Пробросил ХЕшку. Вынуждает флайанга почекать. Флайанг почекал, но, правда, фатально для себя. Вечное путешествие отправить. Так, ну и окей, смотрим. Раунд, на который особо не претендовали. По факту, Форс. По мысли... Хотели поджимать. Не получилось изначально. Теперь уже вдвоем 2 СЗшки. Ну и лучше, наверное, здесь Архон все-таки транспортировать следующий раунд, если не навязывают борьбу. А навязывают борьбу! Калаш трофейный на руках, а с другой стороны всего лишь П20-50 АВП минус бомба. Да ладно, неужели? Ну это ДММ. Это вот не Ламплайт, не господин Флайинг. Будь кто-то другой. Ну и так неплохо, на самом деле. Нервишки пощекотали своим соперникам. Ну и матч на паузе. Лагает опять, пишет Сигнейчер. Но правда пинги в этот момент, как это было в предыдущий ран, у Макс не поднимаются. Переселились в випку. Переехали. Или поменялись местами. То есть время випки закончилось, а дальше занимали за ними Макс. Пацаны, сори, пересадочка. Ну будем ждать, когда отлагает. Вот она, кстати, техническая пауза пошла. 45 секунд. Видно, сколько она уже продолжается. Ну и такой щекотливый момент, на самом деле. То есть, конечно, преимущество в 2 раунда у Макс, но деньги последние. Это закупка в раунде за 2, отдают 14 и дальше просто... Сколько здесь получается? 2 400 насыпят, прибавляя к 0 у кого-то будет 2 400, а вот этот парень богат. У Юза 4 400. А, ну он еще в этом не закупился. Ну все понятно. Кстати, мог бы и не закупаться. Вот прикольный момент бы был, если бы он отыграл сейчас с пистолетом и с армором. То есть, ЦЗшки залетают только в пух и прах, кроша своих оппонентов. А почву подготовить бы стоило. Но нет, все ставки делаются как раз на этот раунд, а дальше уже горе оно огнем, как получится. То есть, как будто следующего раунда и быть в природе не может. Как будто этот Сигнейчер и не могут выиграть. Энпауза залетает, отлагало, браво. Поехали. Ну опять же, фактор АВП на руках у ДММа получается. Появляется. Ну не идет, видите, то есть 12. Хотя тут не намного больше УС-550-го, но он вылетал. Возможно, там какие-то технические траблы у него по-прежнему сохраняются. И примутся на через лонг. О, вот это начекал, вот это сюрприз. Горят. Один играл сам за себя. И бомба у него была поблизости. Благо на радаре, я так понимаю, она по итогу не спалилась. Так, надо долететь нам до этого момента. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. То есть, вот он лежит, а бомба изначально была на Т-спауне сброшена. Ну и здесь защита не поняла, что происходит. Поэтому не активизировалась по направлению как раз-таки к Т-спауну. Засадный ЮС. Торчит Дула. До свидания. Ну, прилетает жесткая ответочка. Непонятно, зачем менял позицию. Приходит тиммейт. Следующий в очередь. Ну вот, как граунды проигрываются. По одному, по одному, по одному. Изначальное преимущество. По итогу выливается меньшинство. И эта подсадка, опять же, все расскажет. Если пошли бы на точку А. Сигнейчер. Ну, они, опять же, совершают поворот по направлению к пленту Б. И в этом моменте абсолютно угадывают. Здесь никого и нет. Долгое выбивание предстоит дуэту Макс, если вдруг хотят его делать. Но здесь все зависит от быстрого фрага. Если быстрый первый фраг в пользу Макс, то дальше пойдут. Если быстрый первый фраг в пользу Сигнейчер, то дальше уже единственный оставшийся не пойдет. Либо есть третий вариант, когда они пойдут оба вместе. Сразу вот так вот. Зачем-то непонятно чекнул. Джиньюс. Прилетает от флайинга. Тушку рилити третьего за столбом. Как на большинстве можно подобное отдавать? Сигнейчер. GG. Ох. 16-13, друзья. Констатируем счет. Карты под номером 2 в этом. BO2. В этом BO2. Точка. И поздравляем и тех, и других. Ну, разменялись очками. На самом деле я рассуждал уже о том, что единственное, наверное, что мне не нравится в BO2, это ничья. То есть и не туда, и не сюда. И по факту ты себя выключаешь из борьбы. Ну, вот кому-то повезло, кто-то 2 карты забрал 1 раз, 2 раза, и все. И он уже из группы выходит. А у тебя жесткие битвы. Чуть-чуть не хватает. Ты как бы одну карту и выиграл, но там жестко потел всего лишь за 1 очко. Окей. По итогу сегодняшнего дня. Стартово для азиатской квалификации. 2 раза разменялись очками. Ну, и во главе группы А. Сейчас я, наверное, обновлю. Тут уже на HALTV. Появится у нас информация, и точно вам скажу, кто на каком месте. Фирстайгер. Жесткие тигры. 2 карты. Выиграли 2 серии допов. Наверное, самая кровопролитная, валидольная борьба была, но они сделали это, и могут отдыхать заслуженно. Далее. МФС, которые понравились, которые сегодня рано утром играли. Ну, правда, опять же, разменялись очками со своими соперниками Монголс, но по разнице раундов стоят повыше. То есть у них плюс 8, у Монголс минус 8. И Монголс, кстати, занимают третью строчку с тем же самым одним пресловутым очком. Дальше. А, вот, кстати, у нас не обновилось. То есть пока что не добавились результаты Макс и Файф Пауэр. Ну, по разнице я вам не скажу, но тоже по одному очку. То есть есть явные фавориты, и дальше все команды по одному очку. Все, на этом на сегодня. Друзья, приходите в то же самое время завтра, если я ничего не путаю, в 8 утра на канал StarLadder 5. Азиатские квалификации, после которых еще будет два полуфинала СНГ. Будет определяться финальная пара, которая поспорит в рамках СНГ квалификации за единственную путевку из этого региона. Но вот азиатские квалы нам еще смотреть долго и весело. Только лишь до 12-го числа будут играться группы. 12-го числа стартанет плей-офф с приглашенными командами. Все, друзья, откланяюсь. На этом с вами была Кроха. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok